всем привет с вами елена и канал косметическая кухня бьюр на котором я делюсь секретами приготовления натуральной косметики и в сегодняшнем видео уроке я поделюсь рецептом приготовления вот такого вот яркого красивого геля для лица с растительной салициловой кислотой и активом для нормализации микробиома кожи также этот гель содержит эксполирующие частички в виде рисовой крошки которая будет мягко и бережно скрабировать кожу при умывании я более чем уверена что вам интересно как приготовить этот гель для умывания поэтому незамедлительно нажимайте лайк а я тем временем начинаю приготовление на моем столе вы сейчас видите набор компонентов купить которые можно в интернет-магазине бьюр с доставкой по украине и в другие страны мира а полный рецепт данного геля для умывания с расписанными дозировками ищите в описании к видео уроку рецепт состоит из двух фаз и сейчас я приготовлю первую из них которая состоит из 60,3 процентов дистиллированной воды в которую я добавляю 0,1 процента хелатора dta b косметического грейда взболтаю стаканчики он очень легко раствориться в большом количестве воды после чего я веду аминокислотный анионные пап амисофт cs-22 в количестве 10 процентов который мягко очищает кожу и совершенно не сушит ее и к нему я в компанию добавлю 4 процента неоногенного пап децилглюкозид после чего я размешаю поверхностно активные вещества в воде до их полного растворения затем сюда же водную фазу я добавлю 1 процент натурального консерванта офисин эл эй снова все размешаю после чего насыпаю 2 процента загустителя для систем по под названием аристофлекс так а также пол процента косметического альгината натрия после чего я вмешаю порошок водную фазу с помощью ложечки после чего можно отправлять данную смесь на магнитную мешалку до полного растворения и образования плотного геля у кого нет магнитной мешалки может пользоваться а палочка венчика миксером теми предметами которые у вас есть но прежде чем это сделать и для равномерного распределения пигмента я хочу окрасить мой готовый гель для убывания и добавлю я пигмент именно на этой фазе для его равномерного распределения в гелевой основе я добавила буквально одну каплю жидкого водорастворимого косметического пигмента у меня получается красивый яркий сиреневый цвет после чего я бросаю магнит в стакан и отправляю смесь на магнитную мешалку с помощью нее у меня получится равномерно красивый гель а пока гель размешивается я приготовлю вторую фазу для этого чистым простерилизованном стаканчике я смешиваю 3 процента водорастворимого масла миндаля как пережирывающий компонент и солюбилизатор с двумя процентами активного компонента кутебиом который призван нормализовать микробиом кожи а также успешно борется с проблемами высыпания на лице затем сюда же я введу 2 процента пентиленгликоля который является антимикробная добавка и дополнительным увлажняющим компонентом после чего я добавлю всего лишь 0,1 процента гипоаллергенной одушки под названием baby powder которая обеспечивает средству очень нежный мягкий аромат после чего я веду натуральный биоразлагаемый эксфолиант который не загрязняет сточные системы и океаны а именно 5 процентов рисовой крошки который представляет собой очень мелкие бежевые гранулы при работе с рисовой крошкой главное знать что ее нельзя вводить в горячее средство иначе она перестает перестает быть эксфолиантом и просто набухает в горячем в горячей косметике увеличиваем немножко мощность магнитной мешалки для того чтобы крошка могла вмешаться уже готовый гель такая концентрация рисовой крошки дает очень нежный еле заметный эксфолирующий эффект а готовый гель это не жесткий скраб для полировки лица для мощного скрабирования вам необходимо увеличивать процент рисовой крошки в готовом средстве но помните что частое скрабирование это не есть хорошо и учитывая что гель для умывания мы используем каждый день поэтому процент ввода эксфолианта у нас достаточно низкий для того чтобы скрабирование было минимальное и на последнем этапе мы контролируем уровень кислотности готового средства который у нас получился как мы видим ph метр стабилизировался на показаниях около пяти все мы помним что для ухода за жирной и проблемной кожей используются более кислые косметические средства с ph от 4 и 5 до 5 и 0 если же у вас нет проблем с высыпанием но вы хотите приготовить подобный гель для умывания тогда вам можно снизить процент содержания салициловой кислоты и сделать ph геля на уровне примерно 5 и 5 то есть немножко поднять его с помощью раствора л-аргинина или можно поступить по-другому можно заменить консервант эфисин который сам по себе очень сильно опускает ph на какой-то другой и тогда окончательный уровень кислотности у вас получится немножко выше сейчас при переливании средства во флакон вы можете видеть текстуру которая у него получилась на данный момент гель выглядит матовым но спустя время он отстоится и станет полупрозрачным также вы в текстуре можете заметить маленькие беленькие вкрапления это та самая рисовая крошка а на этом урок подошел концу не забывайте поставить лайк и подписаться на канал чтобы не пропустить новые интересные видео уже через неделю с вами была елена и всем пока